Это зона, может даже показаться, что она каприсна, но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Дабл-ядь. Еще раз витаемо всех присутних билля радиоприимачив и билля своих рідкокристалличных моніториев. Зараз ведется зйомка всего того, что происходит в нашей студии. Программа Дабл-ядь до ваших послуг. Другая ее година. Поруч зі мною людина, яка так чи иначе цей світ вивчає на власному досвіді, стикаючись з різними проявами цієї реальности. Людина не дерево. Людина випадку, якщо щось не подобається в цьому світі, на тому місці, де ти ростеш даний момент, ти можеш змінити місце розташування власного тіла і власної душі. Знайомтесь, Дмитро Мітряєв. Привіт тобі. Привіт. Всім привіт. В двох словах, хто він і чому він тут сидить. Справа тим, що ми познайомилися з ним ще у 2000-х. Він у 2004-му чомусь сталося щось в його душі таке, що будучи корінним мешканцем міста Москва, він одного разу завітав до Києва і відчув, що тут в нього нарешті пройшла багаторічна мігрень. Розумієте? Голова перестала у людини боліти у Києві, як він сказав, тільки він зійшов з трапу літака у Борисполі. І тут йому так сподобалось, тут він знайшов себе на своєму місці. І потім в Москву наїжджав тільки періодично для того, щоб побачитись з батьками, з друзями і так далі. Прожив до 2014-го тут, пережив революцію і повіз потім вагітну свою дружину на ГОА. Бачиш, яка ситуація? В них теж не знають, хто вони. В Україну. Окей, домовились. Провів два роки на ГОА. Це Індія, це штат ГОА, про який ми з вами знаємо. Ті, що там ніколи не були, я там не був. Легенди про нього ходять, що там просто рай земний. І що всі ті, хто хоче по-справжньому відчути насолоду від перебування на планеті Земля, вони обов'язково мають жити там, на ГОА. Тобто, хто знав би прикуп, жил би на ГОА. Вже так можна перефразувати. Ну, мабуть, не зовсім так, знаєш, по старій добрій традиції, хорошо там, де нас немає, но, по сути, якби не маленькі моментики, то, в принципі, да, це місце могло би бути і райом. Розумієш, про Індію в нас так багато вже міфів розповсюджено серед людей простих, особливо тих, хто там не був. І навіть серед тих, хто туди їздить для того, щоб там отримати якісь духовні відвертні відкроєння, для того, щоб розширити свою свідомість, для того, щоб зрозуміти щось у цьому житті. Ти провів два роки в тому штаті, де люди за духовністю не їздять, так, в Індійському штаті. Туди люди їздять для того, щоб тарчать. Ну, скажімо так, якщо ми дивимо конкретно місце населення індусів, то, звісно, це штат, де абсолютно легален і дешовий алкоголь, нелегальний. Це цілодобово алкоголь продається? Так, так, так. З 23 до 10 там не заборонено продавати пиво? Был такой момент пару лет назад, що був запрет, але, я так розумію, містне населення не одобрило, тому що, ну, це деньги утекають із карманов. І, скажімо так, останній год цього моменту не було. Вот, скажімо так, я вернувся в декабрі 2015-го. Спивається, тобто, місцеве населення в штаті Гоа індійському? Я б так не сказав, я б так не сказав. У них все-таки, ну, такого, як у нас, не увидиш. Ну, то есть, у них місце населення, якщо і випивають конкретно спиваючихся людей, я лично не видел. Вони, тобто, вміють пити? Чи в них немає такої традиції? Нету традиції. Ну, нету традиції. Они абсолютно нетолерантны к алкоголю. То есть, с бутылки пива. Ну, то есть, гуанцы, которые выросли в Гоа, вот в этом, скажімо так, пати-месте, вони ще можуть, як би, пить. Але вони вже навчилися. Их навчилися. Да, навчились. У них уже, скажем так, за несколько лет образовался какой-то імунітет к алкоголю. А, допустим, крестьяне или там другие люди, которые приїжджають со Штатов, где не принято пить, это там и мусульманские Штаты, или где просто дорога алкоголь, то з бутылочки пива они уже превращаются, ну, скажем так, в скотинку такую. Ну, а як ти особисто ставишься до того факту, що в нас тепер такі законы в Києві ще з 23 до 10 ранку? Ну, чтобы, ну, как бы точно понимать, я примерно наблюдал, правда, издалека на такой же закон, который вводился в Россию. И не помню, кто, но кто-то сказал, что это не отучит людей пить. Это отучит, ну, это научит людей просто правильно планировать закупку алкоголя. Ну, а деяких людей, мне здається, навчить просто правильно и в правильных местах тим, кому потрібно после 23 продавати с націнкой. Ну, да, я даже писал пост, у меня там один из знакомых людей, который, по-моему, на Экспресс-ТВ ведущим выкладывал, как вы относитесь. И я писал, что да, это на самом деле, ну, любой запрет – это порождение дополнительной коррупции. Слушай, на Гоа, вот, кто туда едет? Кто там? Ты два роки прожил, ты вивчив этих людей, які тикают, там, здебільшого, відпочивают люди Заходу, так? Европа? Нет, нет, ну, как бы, ну, я могу так кратенько сделать экскурс. Допустим, когда я там первые шесть или семь лет назад первый раз туда попал, ну, просто было интересно. Просто я о Гоа слышал, начиная там с начала двухтысячных, даже с конца девяносто. Да, хотелось бы просто посмотреть, потому что это, как бы, место было, такой, апологет клубной культуры, скажем так. Как бы клубная культура, как сказать, вдохновение клубной культуры шло оттуда. Тобто с Индией цениак не повязано? С той Индией, як аумриена там увинена? Не-не-не, но Индия, понятное дело, тоже была интересна как страна, потому что все выросли на мультиках «Маугли», «Золотая антилопа» и все остальное. Духовность, просветление. Ну, у меня, у практика жизни, как бы, нету такого, ну, как бы, стремления, вот, одухотвориться. Ну, вот, это люди, которые действительно ищут какой-то духовности в себе, может быть, они... На Гоае люди, я не шукаю духовность. Конечно, конечно, есть люди, которые ищут духовность, видимо, по каким-то своим личностным, там, недоработкам. В клубах? Не-не-не, на самом деле, это очень, ну, как бы, клубы, это лишь одна, там, сотая часть, что ты можешь увидеть в Гоа. Ну, на Гоае едут же ж не на тиждень, а на два, там, люди живут роками, як ты, например, два роки. Ну, да, есть люди, которые, как туристы обычные, приезжают на недельку, да, то есть, называется, там, пакетный туризм, да, они приехали в отель. Есть люди, которые приезжают на, там, месяц-два, некоторые приезжают просто зимовать. Есть люди, которые вылетают в Азию, сделали себе визу в Камбоджу, вернулись назад. Ну, которые просто не хотят возвращаться, скажем так, в Совет Юнион. За что они там живут? Ну, а почему нет? Ну, на самом деле, вот у меня отношение примерно такое, как ты приезжаешь к бабушке, к деревню. То есть, ты не едешь вместо курорт. Ты можешь приехать туда и просто жить. Где? На улице? Не, ну почему? Ты можешь снимать дом, квартиру абсолютно бюджетно. Да, чтобы был певный прибуток, чтобы тебе постоянно гроши надходили с великой земли, тобто, с Украины, например. Ну, не обязательно. Сейчас очень много людей, которые не привязаны к месту, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Разные дизайнеры, СММщики, интернет-маркетологи. Куча разных интернет-коучей сейчас развелось, которые учат всему и вся. Плюс люди, которые занимаются каким-то продакшеном, там, музыкой, видеомонтажом. Слушай, а ты рассказываешь сейчас про такие вещи, которые мне немножко сложно себе усвязать. То есть, мы там имеем, своего рода, такую новую касту працовников интеллектуальных таких, так? Конечно. Яки працюють. Конечно, конечно. Есть даже люди, вот я знаком там с людьми, которые конкретно занимаются. Они сидят, играют в онлайн-покер, и это их основной заработок, и им хватает на все. Абсолютно асоциальные элементы? То есть, для такой системы, суто, державного, такого життя вот нашего. Да, и те люди забыли, что такое платить налоги, и им это не надо, да. Они поняли, ну, для себя такую вещь, что они сами государство, и они могут заработать деньги, не касаясь социума. Это какая-то революция в сведомости, все же таки, людей? Ну, я не знаю, революция, ну, не революция, но таких людей становится с каждым днем все больше. И многие люди сейчас не идут юридически, экономически и прочее, там, техниками. А идут на ВОА? А идут, развиваются как-то своим путем. Ну, ты же понимаешь, как бы... Тобто, чтобы не ходить на работу с девятою там ранку до шостої вечера? Ну, примерно так, да. Чтобы быть вольным. Фрилансер? Да, да, ну, само понятие фрилансера, оно примерно так и появилось. То, что ты где-то делаешь что-то, тебе за это платят, но абсолютно не важно, где ты находишься, хоть на Луне. Мы повернемось до нашей студии буквально за кілька хвилин. У нашей студии, у нас сегодня в гостях Дмитро Митряев, людина, чего провела два роки на ГУА, сам с Москвой, про Москву мы еще поговорим. И прожив тут близко 15-ти уже роки, 15-ти, так, 10-ти роки. Ну, до 2004 года. Вот такой вот салат, понимаете? И все это в его сведомости сейчас живое, достаточно уживается нормально никаких конфликтов в середине его души. Я, например, не побачил, поспілкувавшись с ним, после двух лет пребывания на ГУА. Отже, за хвилину в ГУА. Буду тебя привучать. Тобто, скажи мне, Дима, те люди, которые на ГУА роками живут, фрилансеры, которые работают дистанционно, через интернет, дизайнеры, программисты, их не можно назвать патриотами, например, там, своих стран, откуда они приехали. Ну, сложно сказать. У каждого в голове свое, как бы. Вы нужны платить податки. Ну, это то же самое, что, грубо говоря, можно ли назвать людей, которые, допустим, эмигрировали, там, не знаю, куда-то, в Америку, и, может быть, они и патриоты, а может быть и не патриоты. Америки. Ну, я, будучи, допустим, гражданином России, я являюсь патриотом России, но не той России, что, как бы, сейчас. Ну, я люблю, я, грубо говоря, по своей работе очень много общался с русскими людьми. Хоть сейчас вот взята такая традиция друг другу грязью поливать, но я общаюсь с разными, с белорусами, с молдаванами, там, со многими людьми, и все люди прекрасны. Как бы, я патриот этих людей. Тебе счастлив на людей. Ну, понятное дело, но, как бы, мы притягиваем то, что притягиваем. Вот ты за два роки перебываючи в Индии, два роки безвыездно, залишаючи цю краину, так, цей штат Гоа, як ты зараз до него ставишься? Вот, який відчуття в тебе зараз выкликает? Ну, ностальгия, на самом деле. Тягни назад? Не сказать, чтобы тянет, скажем так, ну, как бы, это место, которое для меня, для меня лично открылось. Так, как оно открылось, и мне всего стало достаточно, то есть... Чему ты повернулся? Зараз не найкращие часы, чтобы повертаться в Украину, например, с такого райского життя, как ты распределяешься? Ну, я бы не сказал, что краще, не краще, то есть, ну, как бы, для себя я сейчас понимаю, ну, как бы, ну, как бы, один вариант. Если я буду работать в этой стране, у меня все получится, как я это делал... У ты, Икраина? Да, как я это делал до того. Допустим, Гоа для меня, Индия, как бы, открылась в том объеме, чтобы я понял, что не хочу я продолжать, как бы, жить как экспат там. Экспат, не всем зрозумело, что это за слово. Ну, человек, который приехал в чужую страну и пытается жить и строить карьеру там, назовем это так простыми словами. Не будучи... Да, не будучи резидентом этой страны, да. И я понял, что для меня это, как бы, ну, не совсем тот вариант, поскольку и индийские законы не совсем это позволяют. И, вот, допустим, последний мой визит был конкретно по бизнес-визе, потому что у меня были и партнеры готовые со мной создать бизнес и все остальное. Но бюрократическая система Индии, по сути, не дает возможности нормально вести бизнес. Индусы, какие они для тебя? Извиняюсь за выражение хитрожопые, что нельзя. То есть с индусами вообще вести бизнес это априори нереальная вещь. С захидным людям, нашим людям. Да, да, да. Просто у них нет четкости действий, четкости мыслей, четкости выполнения обещаний. Ну, такая специфика их нации, культуры, религии и все остальное. Они только с вами, тобто с людьми с белыми так себя поводят? Чи между собой так само? Не-не-не, это у них абсолютная норма поведения со всеми. Друг с другом, не друг с другом. То есть у них, ну... Ихня, у битянка ничего не варит? Ничего не стоит. Договер? Не-не-не, договора, бумаги в Индии, все это не работает, тем более, если это подписано с белыми людьми. А что там происходит? В любом случае, полиция, суды, все будет на стороне местного населения. Ну, это, сам понимаешь, это постколониальный синдром. Вот, то есть... То есть у них образа на белых? Ну, есть, да. Да, мы с тобой обсуждали, что у них есть такой легкий шовинизм и вот такая противоречие то, что во всех фильмах в Болливуде белые массовки, они очень любят тусоваться с белыми. Для них это очень престижно, что они там где-то в клуб пришли там с белой девушкой или просто с белым другом или с друзьями. Вот, для них это очень, как бы, важно, но шовинизм, вот, особенно в государственных органах, то есть я пытался там разные бумажки решать, какие-то там моменты, это все... Как они между собой белых называют? В них есть какие-то сленговые, какие-то такие вот вещи? Нету, нету, как бы, такого конкретного, ну, не знаю, для них вот все, что из Советского Союза, неважно Беларусь, Украина, это все Russians, ну, то есть, все, как бы, русские для них. А принизливо, как они называют белых? Да, не знаю, не встречал. А ты за два роки, ты не знаешь, как они тебя называют, там, дивлячься тебе в спину? Не, может быть, они что-то и говорят на своем, там, кеваке, бульте, там, ну, я просто хинди не знаю и диалектов тоже не знаю. Может быть, как-то и называют, но конкретно по-английски я не слышал, чтобы... Ну, а потом, как бы, ну, нет у них такого, как бы, ну, я, по крайней мере, не вскричал откровенной, там, не знаю, агрессии, чтобы тебя кто-то стоял и обзывал. То есть, они могут как-то под шумок тебе, там, поднакакать. А вот именно, чтобы кто-то вышел и в открытое в лицо тебе сказал, что ты ему не нравишься, там, или ты человек плохой, или, там... Ты меня уважаешь, там, ну... Да, у нас же как принято, они вот, ну, восток, они такие вот хитро-мудрые, они вот везде как-то вот, вот так. А мы прямоловые. А мы, да, мы можем сказать. Ну, у меня такое было много раз, и, конечно, это, ну, как бы, ну, типа, я говорил, что, типа, ребята, вот так, как вы сейчас делаете, там, указывая на некоторых персонажей, это неправильно. Вот. Ну, для них это чаще всего ничего не значит, даже для всех остальных, потому что все, что сказано белым человеком, даже не уверен, что принимается к сведению. Потому что... Ну, я не могло судить об этом, потому что, по сути, я тоже инострадец. Ну, ты... Хоть такой, да. Ну, ты же, ты же москаля, а вот пиндосы, разумеешь, это же инша справа. Ну, не знаю. Для тебя пиндосы являются? Нет, нет, я вообще не понимаю. Как я еще? Нет, нет. Ну, ты же понимаешь, что это такой мелкодержавно-шовинистический термин, который придумал, придуман мелкой коалицией, чтобы, вот, знаешь, виноватого найти, как ты его обзывать. Просто ты занадто идеальный для меня. Мы перерываемся на несколько минут, потом возвращаемся в нашу студию и продолжим нашу розмову про Индию, про Украину, про Москву, про Россию и не только. Дабл-ять. Дмитро Амитряево, значит, в студии. Людина, яка, два роки провела на Гоа, сам с Москвы. В Гоа. В Гоа, что ж таки? Что ж таки? Я, напомню, запрошу без судей и выучей. Это то же самое, что меня правили, знаешь, я вот как-то переехал, и вот у меня там на Украину, на Украину, на Украину. Я потом уже как бы, ну, ассимилировался и привык, вот, что в Украину. Ну, примерно та же самая, на самом деле, людей, кто давно в Гоа, ну, те же самые экспаты, кто живет, ну, как бы, им коробит слух прям вот. Ребята, ну, это же не остров. И забудьте, в Гоа нету Индийского океана, нету океана вообще, там Аравийское море. Чтобы увидеть океан, вам надо с другой стороны материка посмотреть на него. Слушай, мне интересно, вот сексуальный аспект пребывания белых людей, людей из Захода, так, в Гоа, в Индии, взагалі. Индусы, ты говоришь, им по кайфу там тусуватися среди белых, так? Да, да, обязательно. А вот есть такой контингент наших, скажем, співвечизников, белых людей, которые едут за сексуальными развагами, с индусами саме туда? Ну, очень много, очень много, действительно, соотечественниц. Я чему питаю? Потому что бачу купю иноземцев тут, які баражуют по Хрещатику, я бачу, как вони вивчают місцевый жіночий контингент наш. И я розумію, для чего вони приїхали. Вот такие наши там є? Ну, это, как бы, ну, на самом деле, наверное, там понятийное проблематичное место, потому что наши соотечественницы, и иногда и соотечественники, ну, хотя соотечественников гораздо меньше. Чтобы там жениться на индуски, это, ну, есть у меня знакомые, но они прошли и Крым, и Рым, потому что очень не воспри... Ну, очень общество не любит, когда белые люди женятся на местных девушках. А чему? Ну, закрытость, закрытость, да, закрытость такая вот социальная. Да, это какого-то рода шовинизм. А так по матросити-бросити. Причем индийские мужчины токат здрасте. Вот туристки, особенно многие туристки, которые с удовольствием идут на это. Ну, ты сам знаешь про Наташа-Наташа, это турецкий вариант. А индийский? В Индии то же самое. Наташа? Ну, я не знаю, как там Наташа, не Наташа. Имена у всех разные, но, как бы, очень многие барышни с индусами гуляют, и гуляют так, что до детей, и иногда случаются свадьбы. Тобто, индусу приезжать, например, с белой женщиной сюда, это нормально? Ну, да, да. А если вот женщина, вот у меня один товарищ, писатель из Москвы, хороший человек, очень классный человек, женился на девушке, она там в свое время была там королевой красоты, не помню точно, то ли Мумбай, то ли вообще по всей Индии заняла. То есть, действительно, красивая девушка. Тобто, он себе выбрал найкращую? Ну, была любовь обоюдная. Вот девушке, насколько я знаю, пришлось уйти из семьи, теперь семья с ней не общается. Но они живут счастливо, как бы, и это главное. Мы с тобой разговаривали, а ты сказал, что в Индии серьезная проблема среди человеческого населения, потому что там женок занадто мало. Ну, да, действительно, женщин гораздо меньше, нежели как у нас, что женщин действительно гораздо больше. Ну, я тебе объяснял там одну из причин, почему так. Это, ну, если есть время, я могу поведать. Это связано с давним колониальным, минулым, так? Даже не колониальным, это вот как бы с сельским хозяйством, просто как бы Индии изначально как бы agricultural country. И сельское хозяйство всегда было заведомо в давние времена, это как бы женская водщина. А после Второй мировой войны осталась Европа, Россия, очень много химической и тяжелой промышленности не задействовано. Начали клепать пестициды, трактора. И вот под эту лавочку очень качественно продали индусам, что зачем париться, возделывать землю. Мы вот удобрили, спокали трактором, и даже в пустыне растет все, что хочешь. А оказалась как бы палка о двух камнях. То есть это сразу водщина перестала, да, о двух концах, о двух камнях. Сразу водщина перестала быть женской, стала мужской. И у бедного населения в Индии, когда рождалась девочка, это была проблема, потому что трактора, тяжелый физический труд, ну, они не тянули. И, соответственно, семье приходилось кормить лишний род. И, чтобы ты понимал, сейчас в Индии запрещено даже докторам на УЗИ говорить, кто будет, мальчик или девочка. Вот, именно докторов сажают за это. Потому что женское население, очень много было абортов, всего такого. Выкосили, потому что, ну, вот боялись, что будет тянуть жизнь. То есть для индуса, найти себе пару дружин, среднестатистичную. Тяжело, да. Если ты бедный индиец, у тебя нету хотя бы чего-то, хотя бы дома или каких-то там сбережений, или твои родители не приготовили какой-то прикуп, не договорились о браке, потому что очень много количества именно договорных браков, то, да, да. Там, тобто, есть целая каста человеческого населения, которые там до пенсионного века залишаются бабылями? Ну, я бы не назвал это кастой. Это тоже как бы дело... Про шарок населения. Дело случая. Ну, ты же сам понимаешь, может открыться прозрение, и человек там из бедного крестьянина может взять и какого-то небольшого комерца стать там, и что-то делать. Вот. Ну, вообще, да, проблематика есть. То, что действительно женщин не хватает. У нас жёнок больше. Больше, я бы сказал, что у нас жёнки реально отримают на собі все. У нас с давних временем так заведено, что жёнка керує и в родине. И, памятаешь, навіть еще там тысячу роков тому брали наших королев тут, княгиню Ольгу у Франции. Ролить. Так, а вот человеков наших чему-то как-то по світу мы не распосудживаемо. Наверное, за последние там 15-20 лет, сколько наших жёнок выехало до Европы, так? Там они повыходили замуж за итальянцев, за немцев. А я вот среди своего оточения не могу пригадать навіть жодного випадка, чтобы наш мужчина поехал, например, в Италию, и там одружился бы с итальянкой. Ну, нет такого. Я таких прикладов... Ну, не говори так критично. Просто в твоем круге общения, может быть, таких нет. Вин дуже широкий. Да не, ну, очень много ж людей, которые уезжают, эмигрируют и находят свои половинки и, ну, как бы, из несоотечественниц. З моего класса тільки, я памятаю, я рахував, 7 представниц прекрасной статьи вийшли замуж. Три вийшли за итальянцев, два за немцев, одна за бельгийцей, здається. Жодного моего одноклассника, пацана, я не знаю такого, кто бы знайшов собі европейку в якості дружини. Ну, я уверен, что такое случає. Суто моя історія. Я понимаю, я уверен, что такое случає. Я тебе сейчас сразу не приведу пример, что у меня вот там тот или тот или тот. Мне просто здається, що в нас, тут на території посттрадянських країн, мужики якісь такі підпорчені. А, хоча, подожди, я знаю одного человека в Гоа, который женат на шведке. Вот, і вони путешествують к ней или в Гоа, к ней в Гоа. Той же випадок, який я знаю. Да, скажем так, в Савочек они не возвращаются. В Савочек? Да, тут как бы... Не, ну я тебе говорю, опять-таки же, я знаю несколько людей, которые действительно за індианками, получается, женаты. И все нормально. Ну, нормально, живут. Ты сам з Москвы, там вырис, прожив значную частину своего свідомого життя. В якому віці ти эмигрував до Києва? Ой, щось мне было 24 или 25 лет, вот так вот. Чому це, що з тобою сталося? Чому тобі тут краще, ніж там? Ну, это как, я не знаю, любовь с первого взгляда произошла. Вот я первый раз попал. И попал. Да, да, влюбился в Киев и в людей. То есть, как-то и прям... И прям понял, что, а нафига мне жить там, где мне не очень нравится? Я хочу там жить, где мне очень нравится. Но на данный момент, поскольку, как бы, вот родился ребенок, мне все-таки надо быть немножечко серьезней. Ты бы дружина Киянка? Да, да, да. И... А так бы, в принципе, нам даже с женой не мешало бы там поехать, там, не знаю, в Таиланде пожить там годик, на Бали пожить годик. Вот сейчас один товарищ, который из Молдавии, живет в Испании, зовет в гости. Ну, как бы, не вижу проблемы. Причем даже он там пишет мне, дружище, приезжай, потому что по твоему профилю, ну, как бы, я, допустим, в Индии занимался там организацией вечеринок. Очень много работы. Ну, то есть, в принципе, ничего не мешает. Мне здається, що зараз чимало тих, кто нас слухає, сприймаєть тебе як якогось такого мажора, в якого якийсь там тесть чи тато має якийсь такий, знаешь, потужний бізнес, і він тебе фінансує всі твої там забаганки, і ти просто мандруєш по світу і не трубуєшся про день завтрашній, тому що в тебе є така фінансова можливість. Нет, такой фінансової можливости нема. Ти коли на два роки в ГОА їхав, скільки ти з собою взяв, якщо не секрет? Просто так, на два роки з вагітною дружиною. Точно, я не вспомнил, що це в районі 2000 доларів там насобирался, то есть я там забрал последнюю зарплату, плюс там надалжував чуть-чуть денюшек, і вот поехав где-то в районі 2000 доларів. З вагітною дружиною? Да. На два роки? Ти знав, що там проживаєш? Я не знав, що це на два роки буде, чи на п'ять років. Ну то есть, допустим, один мой товарищ, він сам із... Рожати, ехати в Індию, це ж ненормально. А її родителі... Не, 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 ты путаєш. Там в Індії шикарна медицина. Шикарна медицина, і по ценнику вменяема. І у них нету... Им даже не нужна эта клятва Гиппократа. Тебя ніхто специально не угромит. А прописка? А? А прописка? Неважно, неважно. Я говорю, вот у меня даже был случай, когда я действительно поверил в Індию. Это мы там отдыхали, назовем это так. И, скажем так, с давлением шутка у моей жены. Это два часа ночи, Рождество. А ее как бы подколбашивает, она говорит, блин, ну мне надо как бы, я не знаю, хотя бы аптека, доктор. И два часа ночи, естественно, уже как бы все спят. Я сажаю ее на байк, еду там. Слава богу, попался какой-то паб, где какие-то британские типы бухают у индусов в пабе. Вот. Они мне сразу начали задавать вопрос, типа, а это там ни наркотики, ни алкоголь, а у меня там нужна вообще ни то, ни другое никогда. Вот. Вызвали скорую помощь. Скорая помощь приехала. Это село, это дремучее село. Это даже не север Гуа, где вот движуха-движуха. Это самая-самая южная точка, где кроме там каких-то отелей и там маленьких спотов с как бы дикарями-туристами, нифига нет. Вот. Через 3 или 5 минут приехала скорая помощь, забрала меня с ней в больничку там. Доктор там 40 минут, какие-то анализы, фигализы, там что-то делал, мерил кардиограммы, дал какие-то таблетки там, прописал что-то, какую-то там диету, еще что-то, еще-то написал там, типа, пойдите, проверьтесь. Я ему кладу тысячу рупий на стол, это примерно где-то 20 долларов, да, чуть меньше 20 долларов. Он говорит, а это что? Я говорю, ну там, с сестричком на конфеты. Он говорит, уберите, у нас медицина бесплатная. Ну ведь так. Да, то есть, ну, вообще-вообще, уберите. Да-был-ядь. Я не могу не запитать тебе про те, чем відрізняется все-таки на твою думку, а ты маешь свою думку с этого приводу, мав, принаймні, и сформулировать якусь уже давно, чем відрізняется Украина від России? Как бы для меня, для меня все одинаковые. Что те, что те. Вот, понятное дело, что я сейчас начинаю там слушать какую-то одну ересь тут слушать, другую ересь, как бы, ну, ты же понимаешь, родители, ой-ой-ой, что ж там такое происходит? Я говорю, мама, папа, не верьте телевизору, не верьте радиостанциям. Это все, нет никаких там фашистов, бандерасов, это все глупости. Никто тут детей не ест. Спокойно мы гуляем по Киеву. И гуляли, и они приезжали, они видели, и друзья у меня, там, скажем так, вот лето закончилось, все лето каталось. И говорят, блин, как же здесь круто. А что им тут подобалось? Что они тут находили таке, чего немае в Москве, например? Ну, ну, другой город, другой уют. Ну, ты, допустим, был в Москве, знаешь, это минументальные огромные проспекты. Да, она там очаровывает, допустим, своей там какой-то красотой. Вот, а Киев, он уютный. Вот, я обожаю Киев весной, летом, когда куча кафешек, которые там хоть все матерятся, ругаются, стоят прямо на тротуарах, зато ты сидишь, там, потягиваешь алкогольные не очень напитки, и куча красивых женщин кругом ходит, все цветет, все пахнет. Когда я первый раз попал в Киев на машине, хоть ты и говорил там в начале эфира, что на самолете, но я приехал на машине с своим товарищем, и для меня это было вообще как бы откровение. Я там знал, что есть там Украина, есть город Киев. Когда я собирался, там, одной своей подруге, который корни из Украины сказал, ой, ты что, не езжайте на машине, вас там чуть ли не там тралевали. Это в 2004-м? Да, да, да. Уже такие думки у них были? Не, ну, не, как бы телевизионно это никак не насаживалось, но все равно, ты понимаешь, 2004-й, это годы пережитки 90-х лет, и очень многие люди, которые гоняли тогда еще машины с Польши, ну, понимаешь, в России, были у них моменты на Украине, в Украине и все остальное, но, тем не менее, мы когда проехали спокойно по абсолютно хорошо сделанной дороге, приехали в Киев, а тут цветут каштани. Слушай, а ты хохол уже? Я справедливый козак, я уже сало им, горилку пью. Слушай, а, например, ну, а твои тебя зараз почуют там, друзей в Москве, которые смотрят местный телевизор? Ну, и что? Вони не спримут тебя, как какой-то зрадник, там? Не, ну, мне еще давным-давно, когда я только переехал, один мой лучший друг, назовем это бывший лучший друг, мы, скажем так. Чому колишем? Ну, потому что, да. На грунте политики? Да, то есть человек пересмотрел телевизор, да, он такой мегаватник, да. И он мне спросил, типа, Дима, вот ты не патриот, ты уехал там, типа, в другую страну жить. Я говорю, а что такое патриотизм? Ну, что такое патриотизм? Так ты не патриот Украины, ты два роки в Индии просто? Ну, я был, да, я патриот себя, своей семьи, потому что, ну, как бы, мне было здесь хорошо, и, допустим, сейчас хорошо. Ну, зачем мне, допустим, ехать в Москву, дышать газами, чтобы удовлетворить кого? Людей там, я за образование там свое платил, я, когда занимался наукой, там, на Женевском салоне я занял там второе место с одним там проектом, и все деньги, которые я должен был получить, раздеребанились по карманам каких-то чиновников. Для тебя кордоны, это суто умовные такие речи. Не, ну как, нас обязывают, как бы, считаться с границами. Але ты планетянин. Ну, хотелось бы. Людина планеты. Хотелось бы, хотелось бы, конечно. Хотелось бы заиметь такой паспорт. Тобто тебе не хочется бить себе в руд и кричать, я русский, чи там, я украинец, чи там, я италиец. Не, ну, глядя на мое лицо, сложно сказать, что я русский, потому что у меня и татары, и чуваши, и чеченцы, и мордва. То есть у меня как-то так получилось, что намешано кровей, поэтому я не могу сказать, что я русский, или я там какой-то другой. Ну, и вообще сложно вообще сейчас вот в нашей, скажем так, мы прожили по геополитике в стране, где мешалось все от и до. Казахи с чувашами, с татарами, с молдаванами, со всеми. И потом, и даже ты видел наверняка ролик, когда какой-то генетический тест, да, там собрали 200 оппонентов, и взяли генетический тест на кто они на самом деле. И люди были удивлены, что они там были всю жизнь антисемитами, а они там на четверть евреи, да, допустим, или там... Я понимаю. Слушай, ты веришь в то, что все-таки на этой планете с часом, может, мы даже ставим... Можливо, навіть. Можливо, наши внуки станут святками этого процесса, когда эти все национальные отменности, они будут практически стерки. Сложно сказать, доживем ли мы до этого времени. А вот ты такие свитцуби уявляешь? Я уявляю, а просто на самом деле даже смотришь сейчас на нынешний свет и понимаешь, что если этого не произойдет, то 50 лет и нам всем трындец. Ну, то есть океаны загажены, воздух загажен, леса вырубаются, уровень океана... То есть это все смоется, то есть, а сам понимаешь, чтобы что-то прекратить, надо прекратить систему, а система сейчас прекращает себя сама. А при чем тут кровь в национальность и привязка до какой из краины? Ну, нет. Запутались в показаниях немножечко. Но я тебе говорю, то что если люди сейчас не опомнятся и не прекратят вот эти войны на почве национальных, ненациональных конфликтов, всего остального... А это же все промышленности и все остальное, оно же работает против нас. Если это все не прекратится, то Земля просто нас выкинет из этой планеты. Для тебя брат по духу или брат по крови, что важнейшее? По духу, по духу. По духу гораздо важнее. И не важно, какого он кольору, сколько у него кинцовок, как он выглядит, как он размножается. Абсолютно. То есть это даже может быть и приболец из другой планеты. Если он тебе брат по духу, то тебе пофиг, как он телесно выглядит. Ну, по сути, да. Но какая разница? А у тебя есть сын? Дочь. Дочь? Да. Донька, сколько ей сейчас? Год и 10. Я так разумею, что она била. Якщо в тебе дружина киянка, так? Розовенькая. Так. Якщо, например, пройдуть роки, и она настанет кий день, постукает в двери, ты открываешь, она каже, «Знаемся, тату, це мій майбутний человек». А він? Индус. Ну и ради бога. Як? Ну, слушай, это же все тоже зависит от воспитания, да? Допустим, я как-то вырос в демократичной, по сути, семье, потому что даже когда я своей маме там сказал, типа, мам, я, наверное, поеду там в Украине поживу. Она говорит, а что? Она говорит, ну, мне там нравится. Ну, ладно. Ну, окей, ты там пиши. Ну, как бы, мы с ней там часто списываемся, созваниваемся, но тем не менее. Она мне позволила это сделать, хотя, знаешь, для многих родителей, ну, это ты что, ребенок уехал жить в другую страну, примерно та же самая, типа, мы поедем в Индии поживем. Она говорит, ну, нормально. Ну, она, ну, понятное дело, она до того была там в гостях у нас, там мы приглашали. Она поняла, что это абсолютно, ну, и то, знаешь, по любому моменту она услышала где-то там в какой-нибудь там Камбоджи цунами, она сразу пишет, у вас там все нормально. Я говорю, мама, открой Google Maps и посмотри, где Камбоджа, а где Гуа, и чтобы цунами не дошло, там, прикинь. Я себе уявляю, как твои батьки там в Москве пережили Майдан, и ты тут живешь неподалеку, так? Твоя дружина працювала на Грушевском. Да, мало того, что недалеко живу, и, как бы, грешным делом бегал сюда, там, к ребятам поддерживал, просто я, скажем так, за это. Ты сейчас наговорил уже столько, что тебя там через кордон российский, потом, когда будешь ехать до батьков, не пропустят? Ну, я вовремя, слава Богу, украинским госорганам дали мне вид на жительство. А теперь мне необязательно ездить туда. Ты когда последний был в Москве? В июле. Цего года? Да, да. Все было нормально? Да. Как тебя встретили твои знакомые? Не сказали, чтобы бандировать? Ну, в плане шутки нет. А, серьезно? Ну, и серьезно нет, как бы. Ну, все прекрасно понимают, то есть, как бы, мы же общаемся плотно. Это бы так, как у друзей, что они, особенно, телевизору не верят, да? Ну, допустим, мама там чему-то верит, она, извини меня, как бы, женщина в годах, и, понятное дело, что телевизор для них основное развлечение. А, допустим, основной контингент друзей, ну, у них есть интернет, им зачем? Ну, как бы, есть, конечно, которые, как мы говорили, мегаватники. То есть, они, там, за Путина, там, за троллевали, ну, как бы, у нас просто такая, ну, договоренность, что мы политику не обсуждаем никогда. Ой, слухай, не верю я таким домовленностям. Все равно на якомусь этапе спинкувания. Понятное дело, да. Все равно будем, а вот у вас, а вы, и начинается. Не, ну, я тебе скажу так, что у меня, допустим, одни из самых лучших друзей, да, допустим, на данный момент Москвы, у одного, там, родители с Украины, и у второго тоже родители с Украины, и подружка моей жены лучшая, да, женатая на моем лучшем друге, так уж случилось. Слушай, не важно делать какие-то прогнозы, но хотел бы тебя запитать. Вот, спостерегаясь за тем, что сейчас происходит на твоей батьковине в России, так, у нас буквально две минуты до завершения программы. Скажи мне, твой прогноз, что дальше будет с этой Украиной? Вот, что ты чувствуешь? Ну, я на самом деле, как бы, ничего не ощущаю, я стараюсь, как бы, следить за тем, что происходит, хотя, на самом деле, политикой не сильно интересуюсь, но я, допустим, там, ну, там, подписался на несколько, там, госструктур, и просто, там, допустим, Министерство экономического развития, да, там, я смотрю, там, молодая команда, ребята, реально классные законы проводят, и, ну, просто я бы хотел, чтобы то же самое происходило у меня в стране. А, то есть ты про нас, про нашу структуру? Да, 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 я про украинские госструктуры, я бы хотел, чтобы такое в России происходило, просто, ну, как бы, я вижу, что там вообще нездоровая, как бы, ситуация. До чего это произведет, на твою думку? Ну, это приведет к тому, что страна выйдет из клинча, и уже она выходит, скажем так. Я про Россию, скажу. А, про Россию, ну, не знаю, не знаю до чего. Какиеся перечития есть? Ну, перечития есть, но я не хочу их озвучивать. Я сразумею. Да, потому что, ну, как бы, ну, нерадостный прогноз, то есть я не вижу ближайшее будущее, пока там вот так вот все пилится и месяца, и, как бы, не знаю, чем это закончится, как это закончилось. Хотелось бы, чтобы закончилось это как-то лучше, но, понятное дело, что ничего хорошего из этого не выйдет. Спасибо тебе. Чего всем и желаем. Это была программа «Дабл Ять», я Олександр Лярчук, держитесь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ